Сейчас я вам покажу пример, как в табло делать предварительный анализ динамической сегментации клиентов, которая называется RFM, по английским словам Recency, Frequency и Money. Мы всех наших клиентов, которые здесь представлены на визуализации, каждый клиент в виде одной конкретной точки, мы их разбиваем динамически на сегменты по следующим правилам. Сегмент Recency оценивает время с момента последнего действия клиента у нас, например, когда он посетил наш магазин и купил что-то, до текущей даты. Чем древнее клиент, чем больше срок, который у нас не был, тем, соответственно, цифра Recency будет меньше. То есть здесь у нас располагаются наши древние клиенты, которых мы давно не видели. А вот здесь у нас располагаются свежие наши клиенты. Следующий параметр Frequency – это частота, с которой клиент совершает у нас покупки. Она тоже может быть от 1 до 5, соответственно, там, где 5 – это клиенты, которые совершают наибольшее количество регулярных покупок. Здесь клиенты сосредоточены, которые совершают в основном разовые покупки. И третий параметр Money – он оценивает, сколько денег нам принес клиент в результате своих действий. У нас этот параметр, так как у нас визуализация двухмерная, а параметр третий, мы его должны отображать в цвете. Соответственно, более насыщенный цвет обозначает клиентов, которые принесли нам большее количество денег. Менее насыщенные – те, которые принесли нам небольшое количество денег. По сочетанию этих трех параметров, каждый из которых разделен на пять корзинок, мы получаем набор сегментов в виде таких номеров из трех цифр. Первая цифра означает Recency, вторая Frequency, а третья – Money. Соответственно, наши самые лучшие и самые богатые клиенты, самые ценные для нас, сосредоточены в сегменте 5.5.5, 5.5.4. Наши самые свежие и активные клиенты, они сосредоточены в сегменте, возможно, 5.2.1. Это потенциальная наша золотая молодежь, которую мы должны дорастить до сегмента 5.5.5. Видно, что, несмотря на то, что каждый сегмент делится равными долями, то есть в каждом индивидуальной корзинке, вот здесь, например, у нас сосредоточено ровно 20% клиентов, здесь тоже ровно 20%, но сочетание этих трех сегментов, оно непропорциональное, и поэтому, как правило, у нас в сегменте 5.5.5 сосредоточена значительная часть клиентов и большая часть денег, а в нижних сегментах, в сегменте 1.1.2, в данном случае, и так далее, у них сосредоточена, возможно, большая часть клиентов, которые старые и которые нам сделали у нас единичные покупки. Поэтому перетекание клиентов из вот этого сегмента, вот в этот сегмент, в этот набор сегментов, это и стратегическая задача маркетинга по увеличению лояльности клиентов. Второй этап. Мы здесь оценили нашу клиентскую базу, посмотрели, как они в процентном соотношении, в количественном, как эти сегменты у нас в данный момент набраны. Следующий этап. Как оценить, чему равны границы сегментов. Мы делаем оценку, ну, например, по деньгам. Всех наших клиентов мы выстраиваем по этому параметру, так сказать, ранжируем и получаем 4 цифры за каждый период сегментации, которые нам отсекают, соответственно, каждая по 20% нашей клиентской базы. Затем мы эти 4 цифры используем в построении нашей автоматической модели сегментации, алгоритмической, которая может проводиться на операционной базе. Мы можем каждого нашего клиента в данный конкретный момент отскорить, то есть определить номер его сегмента согласно правилам. Сделать это автоматически, сделать это по всей базе, сделать это довольно быстро. После этого мы на следующем этапе используем табло для того, чтобы оценить устойчивость сегментов, то есть насколько у нас один и тот же сегмент в количественном отношении изменяется, и насколько у нас, если он растет, то из каких сегментов происходит перетекание в него. Если он уменьшается, и нам это не нужно, то что сделать, чтобы он не уменьшался в количественном отношении. То есть мы смотрим на нашу картинку и динамически строим наши маркетинговые акции, так, чтобы набранность нужных нам сегментов была максимальная. В этом смысл динамической сегментации. Каждый отдельный набор сегментов или сегмент можно проанализировать по поводу того, какое количество клиентов здесь, какое количество денег они нам приносят, какова стоимость привлечения клиентов. У табло есть такое хорошее свойство, которое называется summary statistics. Если мы это поле немножко увеличим, то мы можем, выделяя конкретный сегмент всех его клиентов, посмотреть, какое здесь у нас количество клиентов, какую сумму продаж они нам принесли, как они располагаются в данном сегменте, с какими характеристиками. Таким образом, мы, выделяя на визуализации непосредственно набор сегментов, можем оценить его с точки зрения представленности, с точки зрения того, каких деньги они нам принесли. Продолжение следует... Продолжение следует...